Здравствуйте, товарищи! В эфире новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Жизнь дорожает. Рост долгов по кредиткам в России. Замена прокурорских проверок. По сообщению РБК, Росстат зафиксировал снижение цен впервые за полтора года. Больше всего подешевели авиабилеты эконом-класса, отдых в санатории и плодо-овощная продукция, то есть сезонные товары и услуги. Однако, по данным того же Росстата, в конце августа в России капиталисты подняли цены на сливочное и подсолнечное масло, молоко, колбасу, свинину и черный хлеб. За еще не подошедший к концу год цены на продовольственные товары уже подняли на 10%. Об этом рассказал портал нгс.ру. Совсем недавно, 1 июля, подняли тарифы ЖКХ в среднем на 10%. В это же время долги граждан России по кредитным картам подскочили почти в полтора раза за год. В июле их общий объем приблизился к 5 триллионам рублей, выяснили известия. Всего в стране открыто 82 миллиона кредиток. А генпрокурор Краснов на Восточном экономическом форуме выступил за замену обязательных прокурорских проверок профилактическими, сообщила парламентская газета. По предложению Генеральной прокуратуры, правительство рассматривает возможность проведения проверок только на опасных объектах, а во всех остальных случаях проводить профилактические мероприятия. Также генпрокурор заявил, что механизмы временного ограничения проверок бизнеса надо закрепить законодательно. Он уже проинформировал главу государства, попросив его дать соответствующее поручение председателю правительства. За первое полугодие было отказано в удовлетворении двух третей заявок на проведение внеплановых контрольно-надзорных проверок. Их стало меньше на 40 тысяч. Капиталисты России на фоне борьбы с американским фашизмом на Украине продолжают наступление на интересы рабочего класса. Работникам не хватает денег, чтобы расплатиться по долгам. А буржуазное правительство вместе с прокуратурой защищает интересы работодателей. В нашей стране необходим порядок. А вместо этого генеральная прокуратура решила узаконить работодательский беспредел. Кругом не соблюдается охрана труда. Регулярно появляются сообщения о задержке зарплат. Попытки работодателя склонить рабочих на переработки сверхположенного законом носят систематический характер. Список нарушения законов можно продолжать. Главная профилактическая сила – это сила организованных трудовых коллективов, способных бороться за свои интересы, за повышение зарплаты, за улучшение условий труда, за сокращение рабочего дня. Товарищи, никто не даст нам избавления ни бог, ни царь, ни герой, ни прокурор и ни правительство. Улучшение своей жизни нужно добиваться самостоятельно и коллективно. Только организация рабочего класса на местах, активная работа в профсоюзах и борьба за прогрессивный коллективный договор способны дать отпор наступлению капитала. Новости читала Гилева Светлана с коммунистическим приветом из Ленинградской области. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok